Все зашебуршало, зашебуршало, мы начинаем наш телерепортаж Дом 2. Построй свою любовь. Девчонки, мы собрались на... Ой, я ж гляну. Я еще не проснулся. Мы собрались на нашем рабочем любимом месте. Пахнет землей, бабочки летают, все шикарно. И мы в гостях у нашей знаменитой блогерши в саду Львы Гарри. Львицы. Цветская львица. Львицы. Вот. Дорогие друзья, привет всем. Во-первых, мы сегодня с Ильей будем сажать лилии. Какое сегодня число у нас? Я вообще не знаю, какое число. Наверное, 11. Меня разбудили, сказали, давай. Да, просто я говорю, Илья, снимай их, покажем. Я хочу вам просто показать, дорогие друзья. Лилии, вот эти. Я покупала еще, помнишь, зимой? Сейчас помню вам, девчонки, покажу поближе, да. Зимой. Ну, вот любые можешь показать, не обязательно эти. Помню. Вот. Мы еще покупали их зимой. Это где-то, ну, точнее, был январь, наверное, вот так примерно. Ну, по роликам можно отследить, мы показывали. И как же я их хранила. Вот многим не удается лилии сохранить. Вот, ну, просто не удается. Дорогие друзья, вот теперь посмотрите, что происходит сейчас с лилиями. Я вам покажу. Вам такая интересная, я покажу, но это я вам покажу, потому что я подойду и ближе покажу. А, ну иди, показывай. Давай, ты говори, а я буду тыкать. Вот. Ой, что происходит. Я сейчас вам напишу, расскажу, что происходит. Они проснулись. Они проснулись, дали очень хорошие ростки, как вы видите. Ни в коем случае их дома сажать не надо. Вот я их хранила в картонной коробке, в этих пакетах, которые они были. И они лежали в этой коробке. Теперь необходимо эту лилию посадить. И вот как раз-таки сейчас очень удачный вариант. Мы видим, насколько мы можем ее заглубить. Сильно мы ее очень заглублять не будем, потому что у нас росточки. Так, ну и мелко не будем. Вообще лилия заглубляется на две ее высоты. То есть, следовательно, сейчас у нас росток. Ну, чтобы росток немного торчал, совсем чуть-чуть торчал. Короче, лучше посадить, чтобы росточек немножко торчал. Немножко торчал, да. Это как раз получится вот нормальная высота. Душа, доктор. Да, пользоваться мы будем снова любимым горденой. Да, вот этим вот, вот этой сажалкой. Потому что она очень удобная. Ну что ж, Илюш, я тебе буду где показывать, где ты будешь делать лунку, и мы будем сажать. Не смотрите, вот то, что вот видите, растет сныть. Я ее, мы ее в течение лета постоянно рвем, тюкаем. И все-таки сныть очень плохо прорастает в темноте. Очень плохо. И вот, конечно, я всех своих домашних, кто старается мне помочь прополоть клумбу, я ругаю, не кошку-собаку, будь то дети там, или тетя придет, если хочет помочь. Я ругаю, когда сныть убирают с клумбы. Не надо ее убирать. Что это? Я всегда куром кидала. Вот не надо. Ее на клумбе надо, вот видишь, как я кладу, то есть она вянет и становится как бы мульчой. И она не дает пробиваться потом новой сныти. Снык боится темноты. А что это за гарный хлопец пошел? Харный хлопец пошел с тачкой. А, корма повезет. Мы за кормами ездили. Так, делаем вот тут вот лунку. То есть, давай, смотри, чем хороша... Куда ты мне встала на цветы? Сейчас, мам, я вижу куда-то наступаю. Давай, посмотрим. Давай, командор. Чем хороша гардена, вот мы можем посмотреть. То есть, мы должны заглубить вот где-то на 10 сантиметров. Видишь, видно? Еще приложила по трафарету. Я вижу, я вот сюда наступил, тут цветочков нет. Ну, наступай. Давай, вот здесь тебе? Не-не-не, вот тут, да. А может быть тут? И 10 сантиметров. Давай, углубляй ее. Девчонки, а мой вам совет, не слушайте. С травой траву выкидывайте курям. Не выкидывайте, вы споете. А что, мам, а нафига она будет вянуть? Она, это, ничего ты не понимаешь. Это все, это все экология. Вот, понимаешь? Экология, думаю. Это все очень хорошо. Все это, а ты хочешь потом все лето бегать, полоть? Давай вот сюда вот еще. Бегать, полоть? Я буду любоваться этой как лимончелло, или как она называется? Какой лимончелло? Как трава эта называется? Снытью. Снытью. Мне, в принципе, снытью не портит настроение. Нет, если она растет вот так в саду, она мне тоже не портит настроение. Ну, если она растет... Мам, земля-то какая сырая. Сырая. Ну, дождей столько шло. Что хочешь? Ой, прям, посмотри, прям глиной. Ага. То есть, если она, а чебутивее чем она не нравится? Мне на клумбах она не нравится, она глушит цветы. Да. А, в принципе, везде как бы... Так, сейчас другую достаем. От, называется это от Лилия Гибрид. О, а ты дай коробочки мне вот те вот, те вот, те вот, те вот. Блин, девчат, прям вот хоть фору сохраняй, слышь. Вот взять мне и сохранить можешь попытаться. Ну, надо их сложить в эту коробку. А она когда будет цвести? В следующем году? Нет, в этом году она будет цвести, но не будет, не трожь, он так должен. Не будет очень крупно цвести. Но от Гибрид Лилии у нас есть, где я стою. Вот помнишь, во весь рост Лилии это у нас? Вот. Вот на второй год, конечно, они уже себя показывают прям, ну, во всей. Во всей красе, просто во всей красе. Давай не выкидываем, нет, давай бумажки, я их буду потом складывать. Ну, или пока кидай, я их потом соберу. Вот. Просто, вы знаете, дело в том, что... О, ветер. Лилии хороши в групповых посадках, понимаете? А вот когда их подной вы воткнете на клумбу, ну, мне не очень нравится. Вот сюда вот, делай эту, пожалуйста. Да, сейчас иду, иду. Сейчас у нас переезд лобного места. Нам погода сегодня, наша погода шепчет. И нам надо сейчас чуть-чуть посмотреть, как лучше. О, кто-то растучался. Знаешь, что ты хочешь? Все? Не, мне, знаешь, нравится. Да. Мы один раз с Ольгой снимали ролик, и кто-то пахал огород. То ли триммером работали, ну, не столь важно. И знаешь, что сказали? Попросите соседа, чтобы он прекратил, типа, тарахтеть или что-то такое. Чтобы сосед там таких дюлей навешал. Да. Где вам делать? Так, давай вот здесь. Так, иду. Вот. Чтобы сосед прекратил, ну, конечно, сосед... Ой, тихо. Вот сюда, давай. А твоей, как этот агрегат твой называется? Тяпка. А, просто тяпка. Вот видишь, это почему плохо лезет? Сныть. Корни, камневая система здесь какая-то. Сныть. Сныть. Давай, сныть. Сажай лилию. Мумиё. Ой, девчат. Ну, вообще, земля холодная, сырая. Ну, хорошая. К нам вот Франческа пришла. Убей! Блях, ты... Мам, ну, что меня пугаешь, блин? Убей, говорит. Я думал, змея там... Майский жук. Он, знаешь, как яйца откладывает? Убей. Откуда у нас змеи? Ты испугался? Я смотрю на собаку, а ты меня любишь, убей. Ну, не собаку же убей. Ну, я думаю, Мавлик, это выполз. Змея. Собачка травку внухает. О, легла. Это у вас Франческа. Знаете, что-то девочки... Илюш, ну что ты сделал в ямку такую маленькую? А я что-то замечтался на собаку, засмотрелся. Угу, всё. Высыпай сюда. Ой, да, вот, девочки, вот когда земля сырая, конечно, с этой вот этой стурнадо, или как это называется? Гардена. Гардена. Что-то у нас надпись уже стерлась. Видно. Ой, не прилипает. А что ты рычажок-то? Ну, он не прилипает. Мама, знаешь, я широкой как работаю, а широкой стерлась. Стерлась? Видишь, как рыбать. Гардена стерлась? Ничего себе. Да. Ну, дальше давай. Так, сейчас пойдем туда, по кругу с тобой дальше. Смотри, какой-то пион дефективный, маленький, а уже с бутоном. Вот. Вот это вот, как ты думаешь, чего это вот? Где? Вот. Вот. А? Где? Вот. Вот это. Ты бы выпалил, да? А, кого? Вот этот цветок, очень знаменитый и популярный. Какой? Какая-нибудь там фигня на палке. Сентябринка. Ёк, Макарёк, сентябриночка. Вот, у меня сентябринка пришла. Красивый цветок сентябринка? Ну, с сирененькими, такими цветочками. А, как ты? Швел. Ой, ты такой хороший. Ты такой хороший. Что ты такой хороший? Что ты такой влюбленный? Сюш, мама заорала. Убей! Убей, майского жука! Сюш, а Илюха испугался. Я испугался, потому что как заорет. Убей, убей, убей. Манюня наша так любит теплое время года, да, мам? Она прям тусить любит, на тросте лежать. Теплый ты животный. Все, улеглась сентябринка. Вот тюльпаны какие-то не зацвели. Мы сахли фантаны. Я могу их съесть. У меня есть... Не надо. Так, мам, я забыл, что ты мне там надавала. Лук суворова. Лук суворова, девчонки, попробуйте. Очень вкусно. Нежный. Мы сахли фантаны. День закончился ништяно. Так, давай вот тут посадимся и на туку подем. Давай, показывай, куда ты... Вот сюда. Ой, девочки, погода хорошая, работать так не хочется. Да вообще эти праздники, знаете, как расслабились? Жесть. Я вчера на работу пришел. Давай, вот здесь. А что, здесь? Ну, расслабонишь, делать ничего не хочу. Так, давай, ты меня держи за трусы. Давай, вот тут. Вот тут, да? Угу. Ой, звук какой-то. Как будто я поклон на него. Знаешь, такое-то жестокое. О, давай коробку с этими сливиями. Да. О, молодец. Можешь вот сюда вытряхнуть? Вот там земля есть. Сюда вытряхай. Маленькая земля. А, да. Слушай. Ну, а как? Ты тут никак не сделаешь, да? Ну, да. Я вот думаю, допустим, если бы придумали, а не гаджет какой-нибудь там вытряхивать. Ну, вот рычаг придумали. Ну, не для такой земли. Ай, ну-ка застрял. Света за постами. Утренние звезды. А как, да, яблони цветут. Вот. А это вот тут, Илюш. Давай. Тяните сюда. Где? Угу. Вот здесь. Угу. Вот здесь, да? Угу. Вот так вот. Кидаемся. Отсюда. Прям глина. Да вообще жесть. Смотри. Чебряки. Нашла новый адрес. Землю покупать. О, нормальный, проверенный. Не знаю, будут проверять. А если фигню пришлют? Ну, чтоб... Ну, а что ты у старого закажи? Не хочу у старого. Дорого? Нет, то же самое получается. Ну, здесь как-то выбор побольше. Я хочу иконский перегной заказать. Сразу набрать вот всего разного. Понимаешь? Ну, берем гардену. Берем ящик. Сюда идем. Вот смотри. Да. Помнишь, в том году сажали очень красивый был вереск? Это что-то? Это вереск. Где это? Сейчас ты обстригаешь? Который я обстригаю. Обстриги, дай мне в руку покажу. Сейчас. Сейчас. Они мало, не помнят. Мы его обстрижем вот так и дадим ему рост. Вот эти сухие все. Вот этот живой. На. Этот живой. Понюхай. Пахнет. Пахнет? Что-то вереск. Но он такой, да? Этот перезимовал. А вот тот не факт. Да? Не факт. Вот этот хорошо перезимовал. Видишь зеленый? Какой-какой? Ну и прошлый, вон там есть зеленый. А вот тот, мне кажется, нет. Сюня. На кого он это? На кого ты там лаешь? Прекращай, прекращай. Майда. О, паразитка. Сюша. Мам, почему у тебя только красные тюльпаны? Они перепыляются, Илюша. Паразиты, да? Ты знаешь... Покупаешь желто, они перепыляются. Да, я тебе хочу сказать, что люди, когда вот... Знаешь, чего? Больше всего меня возмущают непроверенные комментарии, когда... Сюда нафигу так порежем. Люди пишут. Вот как-то я сказала, что они опыляются. Нет. Мне говорят, нет. Но я говорю, что мы жили, когда в Германии, Илюш, мы ездили помогать фермерам, кто выращивал тюльпаны. Причем очень интересно. Мы туда приезжали. Приезжали рано утром. Но нам так нравилось ездить. Мы ездили по очереди, детей оставляли с подругами. Вот. Хочешь, возьми эту сядь? Не-не-не, я поставлю. Ага, собак. И что, и что? А ты ее домой еще, а клещей каких-нибудь нахватается. Мам, не придумывай. Ну, и что? Вот. И мы, значит, короче, ездили. И, во-первых, там сначала приезжали, но мы... Нас кормили завтраком всегда. Ой, ешкин. Кормили это всегда чай. Мне нравился он с мятой, такой вкусный был. И бутерброды различные. Вот там паштет, там колбаса, все такое прочее. Мы завтракали, потом мы шли работать. В чем заключалась наша работа? Огромное поле тюльпанов. Вы не представляете, вот как у нас рожь сеют. Подъезжают. Густые были тюльпаны. Мы их срезали. Надо было срезать, по-моему, я сейчас уже боюсь вам наврать, не более 12 сантиметров, чтобы был сам тюльпан. И он должен быть в стадии зеленого бутона. Прям вот зелепушный. Вот такой вот. Даже еще зеленей. Подъезжали огромные фуры. Нам раздавали холодильные такие, холодильники. Нам раздавали резинки. И мы должны вот... Ну, я не помню сейчас, штук 20, наверное, в связке там или сколько. Ой, сейчас. Это у меня курица. Сейчас пойду посмотрю, продолжим. Вот. Видите, девчонки, как удобно с таймером хожу. Да? А то бы забыл напрочь. Иди, короче, работай. И, в общем, короче, мы вязали эти пучки в эти машины. И их они уже экспортировали там куда. Вот. И я к чему это веду-то? И мы, когда рвали эти тюльпаны, и тюльпаны, которые распускались, вот огромное поле стоит зеленое, и тюльпаны есть вот распущенные уже. И нам фермер говорил, их обязательно срывать. Мы их прям... Распущенные, да? Распущенные. Мы вот так прям это... Их просто-напросто выламывали. Выламывали, чтобы... Мы говорим, а зачем это делать? Он сказал, тюльпаны переопыляются. Они способны переопылиться. И поэтому у них вот поля, допустим, поля желтых тюльпанов, поля красных тюльпанов. Вот. А потом у нас был обед. Нас кормили всегда лапшой. О-о-о! Да. Кормили лапшой. Короче, вы за еду работали? Ага. Нам денег не платили. Мам, не платили? Нет. А что ты туда ходила, прости, извини? Я туда ходила? Ну, у нас раньше существовал женсовет, и это вот просто... Мам, правда же бесплатно? Вру, платили там какие-то... Резер какой-то платили, там смешной какая-то цена была там. Платили, платили немного. Но это выгодно было командиру части, потому что, ну, как-то поддерживали связь вот с немцами, командование. Вот так вот мы... Так что, дорогие друзья, я вам хочу сказать, тюльпаны переопыляются. Да. Под лавкой-то у нас все лет провалялись с тобой. Сюда ты подсадишь? Климатиста. Где такие? Вот, смотри, вот он один росток, видишь? И вон он еще один. Мам, ну а что я тогда... Давай я буду тебе кидать прям сверху на клумбу твою. Кидай. Жалко, мам. Так сейчас клумба такая... Ну, не кидай. Преображается прямо. Ну, не кидай. Как у индуцев, как у америкосов. Пример. Пример, да? Вот сюда давай делай. Сейчас Лилию присажай. Вот тут должна земля прохлить. Получше. Ой, да, вот здесь огонь прям, Лилию. Потому что мы сюда... Сейчас. Навозили мы. Сажай давай. На. Чтобы росточек вот так торчал. Чтобы и росточек торчал. На. Чтобы росточек торчал. Так, ну тогда земельчиками. Ну, подсыпь на дно земельки. Присыпаем. Чтобы росточек вот так... Молодец, деточка. Ой, мамик, что-то проваливается. Мне кажется... Надо земли на дно было насыпать. Да, насыпал, достать. Ну, подними... Нет, просто подними туда земли. Руками. Вот так. Ну, все. Ой, ой, переволновался. А то... Давай вот сюда. Гуру. Огородничество. Веня засрамил при вас, девчонки. Что сидим? Скоро косить. Держи. Скоро косить. Посмотрим. Пока что наслаждаемся зеленью. Вон, давно... Сколько мы пока не видели этой зеленью. Я люблю косить потом уже. Глубоко. Ну, сейчас мы его так подзасыпем. Нет, ты сначала подзасыпем, а потом все. Все, вот так. О, трамбовый. Угу. Косить. Надо понаслаждаться зеленью пока. Давай вот здесь. Лилия логибрид. Логибрид. 15 сантиметров в диаметре. Тоже очень крупный гибрид. Кстати, очень хорошее качество лилии. Это у нас поиск. Поиск. А эти вот смотри, какие у вас. Ой, мам, да этих фирм... Не очень хорошие. Я вообще умоляю тебя. Вот ты перечисляешь там. Это у нас какая-то... Это фирма Поиск. Это фирма Тата. Это там... Их дофигища. Что люди методом проб и ошибок находят свою фирму. Да нет их хороших. Ну что ты хочешь сказать, их так мало что ли? Хороших? Ой, ортопедически я говорю. Фирмы очень много. Ну, практически хороших найти сложно. Давай сюда. Ну это как каналов, понимаешь? Сюда. Так как каналов, да. На ютубе много. Нет, вот сюда. Ага. Что ты мне даешь сама? Давай. Используй. Давай. Я туда не дать... Рапси его, детка. Илюш, а ты это? Что ты это? Ты помнишь, что лилия это многолетняя? Утрамбовая луковица туда вот так. Что это это? Многолетнее растение, его выкапывать не надо. Да? Да? Наверное, это же так же, как тюльпаны. О, смотри, какие. Ну, девчонки, ну просто шедевральные. Ну, шедевральные. Просто. Покажу камеру своим маникюром черным. Я? Я. Вот работящие руки. Вот что шикарно. Давай, говори. Шикарные. Вот в погребе, посмотрите, отлично сохранились. Просто отлично. На следующий год будут огромные букеты. Просто огромные. Я выбираю только постельное белье фирмы Василяк. М? Я говорю, я выбираю постельное белье фирмы Василяк. Так, давай. От сердца и почек дарю вам цветочек. Вот сюда давай. И что мне, туда бежать? С той стороны. А вы меня, вот как в Германии, обедом накормите? Да, у меня курица готова. Мам, ну что-то черекают какие-то птицы, там прилетели какие-то. Скворцы. Ну, а что ты хотела? Вот тебе скворечник, вот они прилетели. Ну, это не к нам. Так вот ее утопи, как лук сажают. Вот так, ага. Это же к дяде Васе. К дяде Васе. Ну, давай я вот тут сама латкана, чтобы тебе неудобно. Да, так что клумба будет, а вон девчонки. И потом буду бегать поливать. Я его уговариваю, чтобы он в этом году... Ну, ладно, я попробую в этом сезоне с шлангом бегать. Да. Из лейка шланга. Потому что я не знаю, это вообще. Да, вот тут вот землю навозили, видишь, какая. Землю навозили, рыхлая, земля хорошая. Ох, какая лилия. Что, шикарно? Лилия. Ага. Махровая, азиатская. Ой, ешь ты. Ой, девчата, я скоро, надо не прооборонить. Мне кажется, в конце недели будет уже сады, наверное, вовсю свистить. Что-то думаешь, или еще нет. Через неделю сады будут свистить или нет? Будут. Я на вертолете. Какой через неделю, а не у него дня два? И прям шикарно зацветут. Конечно. А в городе уже цветут. Да, думаешь так, сегодня, какой день неделя. Сегодня вторник, среда, четверг. Да, в пятницу я поеду летать, снимать. Вам красоты. Ай, сейчас. Сейчас постараюсь вот так взорыхлить. Идешь? Я тут, чтобы выключить это. Сын мой. Шпагатик. Нет. Волочковый. Делаю ямку. Ну что, вот эту коробку надо? Нет, бумаги надо просто куда-то эти сложить, картинки. А потом будешь ходить и рассказывать. Девчонки! Ага, я их как ты потом фиг найду, фиг вспомню. Это вот от гибрид, который... Мы потом подойдем и покажем, какой он сходит, которому уже не один год. Как того? Бомба! Вот, вот тот. Который у нас на бассейне был? Да. Бомба, бомба, дай-ка, бомбу надо показать, мам. Давай покажем. Ну, покажем-то мы покажем, через некоторое время мы покажем. Нет, мы сейчас покажем, как он сходит, он как отличается от всех лилий, да? В смысле, а что, он уже сходит, что ли? А, нет, тут розовый. Вот сюда давай. Да. А я, может быть, найлю... Как называется? Бомба? Ну как? Это я сказала бомба. А, это мусор, девчонкам, думаю, что запомнили. Нет, это от гибрид. От гибрид? Да. Что за от гибрид? Ну, от. Это вот крупные очень лилии. Оты. Оты. Мама, у нас тут рядом где-то база, наверное. А у нас тут вывозит потихоньку какой-то мужик. Давай вот сюда. Зерна где-то тыгрит. Это наш сосед. Не обращайте внимания. У нас он тылит и других соседей. Лили купила на секселеон. А, мы как раз туда пойдем. Покажем, там у меня надо посадить. Ну, один пакетик. Сколько стоит примерно? 100 рублей? Ты шо? Больше? С ума сошел, что ли? 250? Ну, в среднем, что-то не помнишь ничего, что ли? Нет, около 200, да. Да, да, соляшка. Ну, там две штуки. Так, давай, вот тут я сделаю и идем на другой пакетик. Давай. А я пока сныть курочкам брошу. Бросай. Наверное, сейчас курочки поклюют. Мам, что, прудом когда будете заниматься? Да вот надо. О, сколько лет. Нифига себе, земля сырая. Нифига. Да, сырая, конечно, да. Так. Ой, здесь у тебя эта вонючка растет еще, да? Ага, это как лаванда. Тихо, не уколеси тут. Мама, а это что, чистотел, что ли, уже растет? Собоги надо выдрать. Ой, да там, знаешь, сколько у нас под окнами, где кухня? Очень много. Я не знаю, чистотел. О, муравьи есть, муравьи побежали. Тут почему-то мышь, что ли, сожрали. Плохо сходят тут лилии, ага, неплохо. Мы в этом году, у меня там, ой, петуний много. Ой. Осторожней. Так я не пойму, где тут шип. Накались, вот, аккуратненько по травинке. И что в этом году, что? И мы с тобой будем на клумбы подсаживать. Они на клумбах очень красиво. Петуни. Да? Да. Ой, муравьев-то сколько. Я тебе говорю, муравьи, муравьи. Ой, как он. Ой. Ну, что ты колешься? Мы же ели кактус и плакали, но ели. Какие мы молодцы, мам. Мамик, мне кажется, мы сегодня, ой, сегодня, в этом году с тобой не будем вдоль этого. Не хочу здесь цветы. Где? Нет, толково получается. Нет. Не будем. У нас очень много колеусов. Будем, что ли? В горшках, да. Ставить, да? Да. Ты что? Ну, а что нам здесь ставить? Здесь бассейн нам закрыто, красоты не было. Все равно. Ну, как мы-то видим. Давай колеусы в горшке сделаем, где у тебя герани стояли, в перемешку с геранями. А, нет, туда мы поставим самос. Ты знаешь сколько? Да. Так, ты что не выдержи? Дружище. Ну что, я как одна подписчина сказала, я для позирования не заблокировал, малышка. А что ты ее не заблокировал? Одна написала. Да, стоишь для позирования. Нет. А ты навоз чистишь, курятники? Скажи, на карачках чищу. Вот опять все руки, блин, этими розами. Фигачила. Полят они так всегда. Ну, осторожнее. А я шел, говорю, думаю, дай наступлю, смотрю, ветка лежит. Дай я сломаю, а эта ветка от розы. Ну и что? Мам, засохшая ветка воткнулась мне в тапок. В тапок, да, шипы. Есть, Юля. Вот, слушай, что хочу сказать-то. Давай коробку тащи сюда, и табуретку. Про то, что чистишь ты навоз. Давай. Девочки, у меня будут чистить навоз. Девочки, я вам открою одну маленькую тайну. Мы навоз сами в курятнике не чистим, потому что там чистить надо и умереть в этом курятнике, чтобы его вычистить. Давай сюда коробочку. А да, заплачу вы лучше. Мы заплатим, и нам вычистят. Девчонки. И спина не будет болеть, и все довольны, и все смеются. Вы понимаете, в чем дело? Да. Просто мы его не чистим три года. Потом приезжают на рабочие. А потом приезжают. Не надо обработать перекисью. Срочно. Кочку несу. Не надо, не придумал. О, наверное, чуя. Мам, ну не ковыряй грязными руками еще руки. Да я потом дома. Давай, надо обработать. Не надо. Зараза, мало ли. Где сажалку-то мы кинули? Давай, не надо. Ну, что она вообще опять-то? Я потом дома обработаюсь. Тогда давай. Вот, поэтому, дорогие друзья, вы знаете, давай вот сюда. Тот, кто держит стада по 10 коров и более, вы не будьте наивными. Это просто вот, конечно, нет, мы ухаживаем за птицей, мы ее кормим, да, вот это все. У нас затраты корма. Ты чего? А, нет, ну я тебя не пугаю, я в плане, что об розы уколовался. Вот, но, дорогие друзья, но чистить, вот, ну не чистить. Мама, так интересно, вот так вот, прям вообще интересно, что людьми двигает, вот задав такой вопрос. Не знаю, ну не все равно-то. Мне бы было вообще все равно, кто там чистит говняшки. Работают, как пишут там работники. Девчат, да. Давай. Есть всегда, давай сюда, работы всегда достаточно и хватает. И я считаю, правильно Ольга сказала, как-то мы что-то с ней разговаривали, на эту тему. Она сказала, если есть возможность, почему бы не нанять. Согласен с ней? Да. Это лилии восточные. Представляешь? Диаметр цветка 25 сантиметров. Это, представляешь, какой. Просто обалденный. Мам, ну наш ролик как хорошо выстрелил. Да. Видела? Девчонки, видели, где мама лайфхак показывала? Да я... Что-что? Милка, давай глубоко, видишь, как у Рософ. Ну я хохотала сама. Ой, Илья, молодец. Надо так придумать, это же вообще. Сейчас, а это давай я сюда сама сейчас вот так. И шипы, и розы. И шипы, и розы. Хочешь, я тебе покажу лайфхак? Ну да, сейчас ближе ты гнемает, свой хакерша. Давай, я тебе рукой лучше там это. Ну и сломаю еще. Все, девушки, слушайте, это сумасшедшая огородница. Все. Так, пойдем туда, на первую. Клумба номер один. Если у нас что осталось, что туда посадим еще. Посмотрите, что я вам хочу показать. Покажи. Можно, Лили, рассадить ксилион? Но только ждать долго, пока зацветут. Посмотри, что происходит с чешуйкой. Вот покажи. Чешуйку отрываем сейчас, девчонки. А! Да, знаешь куда? Да, хватит, все. Что? Давай. Так, мам, ну и что происходит с чешуйкой? Вот, она прорастает и будет потом луковица полноценная. Ну, а ее сейчас куда надо класть? Ну, в землю мы ее воткнем. О, девки, бассейн скоро наполнять. Спрашивай, как ваш бассейн, не знаем. Мам, ну а с чего ты вообще изначально решила, что он у тебя... Я видела, из-под него текла лужа, понимаешь? Да? А ты подумала, что все кердыкельки. Да, я поняла, что... Ну, если что, если то здесь будет дырка, мы заплатим. Слушай, а куда делся рыхленька моя, не знаешь? Тяпка-ка-тяпка. Ну что, ты уже переработала, надо кофе-брейк сделать. Сейчас, вот это досаде. Давай лайфхаком твоим шибану по этому агрегату. Ага, и он согнется. Ну и что, купишь новый. Вот сюда, давай, сажай аккуратно, чтобы не уколись. На, стой. Вот сюда. Ага. Представляешь, не ржавейка. И всего... Не, поближе к бортику. С той стороны тебе удобнее. И всего 112 рублей его к воде. У колодца все-таки нужно. Мам, вот такая ямочка нормальная. Да, сейчас писать. Ну, если что, потом еще земли подсадим. А, это вообще не прорастало, Саня. Прорастет, что думаешь? Конечно. Ой, а что я не лежала? Вот сюда, давай. Нажмите на кнопку, на палочку. Какая-то маленькая девочка. Девочки, вообще, да, сырая, девочки, сырая. Неизвестно, сколько она будет сохнуть. Здесь? Угу. Вот так. Ну что? Ой, захоронила. Не росток-то. Блин. Ну ты даешь. Так, вон там сейчас, с того края. Гиацинт такой. Угу. Такой плевок. Угу. Плевок в лето. Что, все, что ли? Я посмотрю. Девчонки, все. Курок и футбрик. Обед немецкий. А, нет, еще девочки работают. Один, девчонки, цветок. Один. О, один, девчонки, цветок. Лилия восточная. 16-20 сантиметров. Крупный цветок. Так, а где мы тут посадим-то? Вот сюда давай. Еще? А, не, мы сажали. Пойдем куда-нибудь. Мама, дорогая, вот сюда можно. Ну давай сюда. Где одуванчик растет. А что? Ой, бля. Ой, если не дружу. Ну пойдем на большой клумб подсадим. Пойдем, да. Куда это? Где большая? Вон туда. Сейчас я иду. Восточные сказки, зачем ты мне строишь горки? Так, кирпичики мои, помните, прошлогодние цветные? Полиняли, девчонки. В этом году буду делать из цемента какие-нибудь винтажные бордюры. Ага, ты все обещаешь, обещаешь, обещаешь. А что я тебе обещаю? Ама. Все, девчонка, говоришь. Девчонки, девчонки. Из цемента надо научиться цемент месить. Я тебе такие бордюры зафинделю. Спасибо.